посмотрим кто-то подошел а водитель наверно подошел на подошел водитель который здесь припаркован и будет ему выноситься штрафной протокол ему позвонили у него был номер под лобовым стеклом курит нервничает штрафы будет получать интересно такой да уж тиска ищи паркарин трезисы дома но уж тис довольно уж тис пункт по зашпатру к и тротуар со мной сведе к и тротуара то есть человеку наплевать такой знаешь чисто большой пофиг на то что ему штраф уносят заплозит он штраф и поедет дальше нарушать будет такая вот ситуация вот там водитель прикалывается с этого нарушителя но она машина избежала эвакуацию у водителя под лобовым стеклом вот видите как николай проходит так удобно уходит по тротуар именно удобно вообще пешеходом ходить да вам что мало места ходить по тротуару вообще просто мало места вам не хватает этого места да но я не знаю тут сантиметров 30 если есть между заборами бампером этой машины этого рено под другими у других под лобовым стеклом номеров для связи нету только у одного водителя в этой рено показалось номер мобильной связи до эвакуировать буду другое рено у нас здесь знаете если есть диагноз bmw то у нас сейчас пойдет мода диагноз рено 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 не забирать рено будут его опечатали шевроле не опечатали забирать не буду только рено вот у нас сейчас здесь диагноз рено там уже форт там шевроле а здесь подряд идут три рено одно рено эвакуируют другому выносят страхной протокол вот такая вот ситуация сейчас обойду на другую сторону если многие говорят что бмв это диагноз то у нас диагноз рено сейчас здесь наблюдается ну и тротуар будет освобожден от нарушителей здесь получается не временное неудобство на проезжей части эвакуируют машина это не час пики не будет не будет не здесь был вообще большой затор из-за этого то что машина эвакуируса а машина эвакуирую потому что был закрыт тротуар я некоторые машины оставляли полметра другие вообще меньше 30 сантиметров а где вообще там плотную были заезды там и десяти сантиметров не было мой сотрудник полиции регулирует движение чтобы разгружать эту пробку пока мисс эвакуируется машина что уже хорошо этот экипаж полиции у нас бывал на рейдах уже ребята нормальные без вопросов у них нет такой тенденции а что тебе эти машины мешают тебе шумала место пройти добыть человеком это вот сотрудники полиции так говорят когда есть такие вот нарушения и здесь реально машины мешают здесь реально большая проблема дальше у нас там есть школа здесь очень часто ходят дети пешком вот когда здесь тротуар запаркованный люди дети идут по проезжей части ну и вот у нас поднимают машину еще раз повторюсь многоуважаемые нарушители если вы нарушаете правила дорожного движения будьте готовы к тому что вашу машину могут эвакуировать такой сам вашу машину не эвакуировали оставляйте номер мобильной связи под лобовым стеклом чтобы вы потом не бегали не искали вашу машину где же она находится вот как предусмотрительно сделал это он тот молодой человек который стоит возле полицейской машины и ждет штрафной протокол он наставил под лобовым стеклом номер мобильной связи с ним экипаж полиции связался и обязали его явиться чтобы машину не эвакуировали ему сейчас выносится штрафной протокол 2-3 минуты машина на платформе эвакуатор сейчас будет съезжать отсюда чтобы чтобы не создавать помехи станет где-то вдоль проезжей части будет фиксировать колеса машине чтобы она по дороге не соскочила как был такой случай один раз то есть колеса не закрепили и машина по дороге у соскочила от тряски ну первая ласточка умчалась в трушена вот посмотрим как будет удобно идти пешеходу здесь и и куда он будет идти пойдет промеж машины забора тереться или же выйдет на проезжую часть то есть совсем удобно вот смотрите очень удобно очень много места для пешеходов оставила машина вот это вот ренок от жара кто водитель я не знаю девушка или мужчина без неизвестно вот видите девушка все таки решила идти промеж заборами машин потому что она опасается за свою жизнь потому что не хочешь чтобы его машина сбила даже при наличии сотрудников полиции если бы была бы мама с коляской с несколькими детьми как бы здесь было бы удобно идти или нет а тут нам говорят что здесь люди не ходят машины никому не мешают скорая помощь вы что номер есть позвонят и вот еще один водитель которому позвонили но штраф ему точно не избежать если он конечно появится вовремя если он не появится вовремя то естественно машину эвакуируют как были такие случаи а вот эвакуатор едет будут эвакуировать либо шевроле либо другое рено до будут эвакуировать шевроле порт также избегает эвакуации у него есть номер я не обратил внимания и вот смотрите как удобно пешеходами пешеходы идут по проезжей части видите благодаря этим машинам пешеходы вынуждены где эти очень много места нам оставили пешеходам для безопасного движения его смотрите как люди идут по проезжей части а вот и водитель появился который оставил очень много места пешеходам Очень много места пешеходам оставил водитель Полметра всего лишь Инвалидная коляска Сюда и точно не пройдет Как и мама с коляской тоже Вот это водитель сейчас был Вот это вот Форда Водитель Форда Да, тротуар Представляете, тротуар Вот видите, бордюрный камень, который был уничтожен машинами Ну, тротуар от этого не изменился Все серьезно? Алло, это будете дома там Своим кентам Алло, это тротуар А ты мне и так не говори бордосом Все серьезно? Где? А ты сейчас на чем стоишь? Ты сейчас на чем стоишь? На асфальте стоишь А асфальт это не тротуар? Так ты на нем стоишь Вот там вот проезжая часть Вот бордюрный камень Проезжая часть тротуара Ты на нем стоишь Ты на нем стоишь У тебя что, солнечный удар? Ты дебил, блин А ну покажи тротуар Дебил это ты И в зеркале его видишь Вот тротуар, ты на нем стоишь Ну а вот подошел водитель Который запарковал тротуар А? Это водитель Форда, я знаю А эвакуировать будут Чеброле дальше Вот смотрите Здесь меньше полуметра Пешеходам как ходить Мужчина Здесь инвалиды у нас ходят На колясках, на костылях Здесь два человека Они пойдут друг другу навстречу Меньше полуметра Он просто офигеть Очень много места Вот идет Николай Будет идти ему на тречу Другой человек Они не разминутся Так я вот Фиксирую Мама с коляской А дальше тем более Она не пройдет Очень много места нам водителя Оставили для безопасного движения По тротуару Продвижайся постоянно Каждый день тут хожу просто Не вохожи от России Потому что надо едем просто Ну буду сейчас эвакуировать Шевроле Манипуляторов еще нет Ну сейчас быстро поднимут Шевроле Вот вам удобно так ходить? Нет Неудобно Видите А вот И там то же самое Получается неудобно По чисто Меньше полуметра Мама с коляской Не пройдет нормально Не задев машину То есть это никак не Это тротуар Вот Бордюрный камень Уничтожены Машинами Очень такие Плохо А здесь у нас Мамы с детьми ходят Инвалиды Просто пешеходы ходят Прямо при вас Шли пешеходы По проезжей части Как нету Смотрите Щусева парковки Сергей Лозов парковки Букуреч парковки 31 августа парковки На территории БСМП Парковки тоже есть Смотрите сколько машин Припарковки Вот видите И там есть Где можно парковаться Тем кто приезжает Просто в больницу На прием Но тротуар занимать Не стоит Ну вот смотрите Если срочно Вот смотрите У меня нету денег Мне очень нужно Срочно Давайте я пойду Ограблю кого-то Ну срочно мне надо денег А негде взять Ну можно грабить же Срочно же Но это не действует так Один водитель сказал Говорит А что тебе мешают Эти машины Я говорю Вот встань на проезжей части Скажи А вам что Мало места здесь проехать Ну так не действует Понимаете Если вам мало парковок И не хватает Ну продайте машину Ищите альтернативный способ Сюда добираться Есть всегда Есть выход Вот Я бывает сюда Приезжаю на машине Оставляю ее на лозу Либо на 31 августа В 500 метрах Отсюда могу И сюда пройтись 3 минуты Пешком Нету никаких проблем Я могу понять Когда привезли водитель Водитель привез инвалида Постанавливался на проезжей части Высадил инвалида И он пошел дальше Но при этом Он не создает помехи Пешеходам Но в данном случае Здесь вы сами видите Вам самим неудобно Так ходить Понимаете Вы сами это понимаете И при этом говорите Нету выхода Выход всегда есть Поискать Ну парковки есть Только их искать надо Парковки есть всегда Их просто искать надо Вот мы уже здесь Почти что полтора часа назад Я сейчас с товарищем Разговаривал По телефону Он машину оставил На передел Там еще половина парковок пустой Заехал сюда молодой человек Мы ему объяснили Что у нас есть на 31 августа Парковки Он потом сюда подошел Сказал спасибо Я нашел там где перепарковаться Без нарушений Спокойно Прошелся пару минут То есть проблем нету никогда Надо просто поискать То есть Человек не ища парковки Сразу встал на тротуар И сказал Да нет парковок Вы же не искали эти парковки Правда? А я не водитель Ну водитель же не искал Эти парковки Правильно? Он сразу сюда въехал Без того чтобы сделать Кружочек И посмотреть Где же можно Припарковаться без нарушений А здесь у нас Большой поток людей идет Мамы с детьми Вот в больницу выходят И не могут пройти сюда Потому что выходит На проезжую часть И им сигналят И делал замечание Ты чего идешь По проезжей части А как тебе пройти сюда С коляркой Вы же тоже Мама Ребенок у вас Маленький Вы тоже с коляркой ходили И тоже это неудобство И когда летит какой-то идиот И не смотрит Понимаете На дорогу Может сбить Здесь даже были наезды На людей В темное время суток Здесь тротуар забит И люди идут По той же части И если кто-то у нас идет И по телефону говорят И летят И цепляют людей Вот мы приходим Вызываем полицию Делаем порядок небольшой Парковки есть Их искать надо Это Chevrolet Рено одно уехало Сейчас уедет Chevrolet То есть два водителя Получат штрафные протоколы Две машины эвакуировали Сейчас походу И Рено эвакуируют отсюда Мужа здесь полтора часа Вот водитель получил штрафной протокол Как сказала его пассажирка То есть я подозреваю Что это его жена Что они не искали парковочное место Они просто сюда сразу въехали Вы видели что Стоят машины Ну и въехали А почему бы и нет Если всем можно Почему бы нам нельзя То есть логика такая у них интересная Ну и сейчас будут Эвакуировать Рено Которое именно вот так вот Оставило меньше 15 недель Вот кстати жена этого водителя Сама сказала Что так неудобно ходить Очень неудобно То есть она это понимает Но все-таки Муж ее решил так припарковаться Все быстро колеса закрепил И уезжает Крушена Ну и водитель сейчас будет Также съезжать На Форде Со штрафным протоколом И он был очень сильно удивлен Почему ему выносят Штрафной протокол Ну а вот Обклеивают Рено Очень такая интересная ситуация Вот тут вот Смотрят Пассажиры Ну все Водитель Форда Уезжает Со штрафным протоколом Очень удобно ходить Очень Очень удобно А наверное Девушка ищет машину Ваше это Рено Да А ну Будете ждать эвакуатора Вы представляете Сколько вы места оставили Для пешехода Тротуар это Да Тротуар А что не похоже Что это тротуар Вот еще очередной водитель Говорит То есть очередной водитель Удивлен от того Что здесь Нет тротуар Вот очередной водитель Говорит Удивленно так А что это тротуар Нет Это проезжая часть Люди по проезжей части Здесь ходят Ну и девушка Сейчас будет Оплачивать эвакуатор Ну и штрафной протокол Мы тут Немножко рейд делаем Небольшой Две машины эвакуировали Два штрафа прописали Это вот сейчас будет Третий штрафной протокол Эвакуация Женщина удивлена Что это тротуар Где Женщина У нас нету знаков Тротуар У нас есть пункт Правил 44 Который В автошколе Должны были вам Говорить о нем Что парковка Езда по тротуару Запрещена Пункт 44 На Молдавском Диплоцаре Шепаркаре Петртуар Есть и интерзисы Пункт Падашпатру ПДДРМ Вы оставили Сантиметров 15 Для пешеходов И вы удивлены Тому Что вам выносят Шрафной протокол Вот Худощавый человек Не может пройти Он идет боком Вы с вашей комплекс Там тем более Даже боком Не пройдете И вы еще Возмущаетесь Я не возмущаюсь Ну да Конечно Вы возмушены тем Что удивили Что здесь тротуар А что это тротуар Нет Это проезжая часть Была бы проезжая часть Мы бы к вам Не подходили И полицию Не вызывали Но это тротуар Водитель данного Рено Девушка Говорит Что Где здесь тротуар Вы как думаете Подписчики Тротуар Это или нет Вот бордюрный камень Уничтоженный водителями Он просто был Уничтожен За 30 лет Его так Раскатывали 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 Что он был уничтожен Что пешеходы Вы сломали этот бордюрный камень Или эти ямы сделали здесь Нет Пешеходы этого не сделали И сделать они не могут Это делали машины Планомерно Преднамеренно Уничтожали Тротуар Из него Делали парковку Потому что им так хочется Им лень искать парковки Да даже если этих мало парковок Это не говорит о том Что надо парковаться на тротуаре Ищите альтернативу Ищите места Оставьте машину Там где положено Сюда приедьте Вот эвакуатор едет Третий сюда Приезжайте сюда на такси На общественном транспорте В пешочках можно здесь прогуляться В округе Вот по СМП Есть очень много парковочных мест И на Щусево И на Покуречь Есть на 31 августа Везде есть парковки Где только можно парковаться Есть места Можно даже становиться на прежней части Если нету запрещающего знака Только не в зоне действия поворота Либо Ни в зоне безопасности Пешеходного перехода И пожалуйста Но нет Надо вот так вот парковаться Еще раз повторюсь Мы водителя не видели Как он проходил мимо нас Так мы бы предупредили водителя Чтобы она Перепарковала машину И сбежала Растрата и денег А вот водитель эвакуации подошел Ну и девушка будет оплачивать эвакуатор И штрафной протокол Вот такая вот ситуация Вот такой вот у нас сегодняшний рейд Полиция приехала через час Экипаж 9721 Ну что ж Сейчас водитель эвакуатора Сел себе в машину С документами по поводу Данной машины Машина сейчас не уедет Пока Она не разберется Водитель не разогрется С эвакуатором Ну и не получит штрафной протокол Но Это уже не первый водитель Который удивленно смотрит И утверждает Что здесь нет тротуара Вот Идет обратно Наш этот Недоброжелатель Пешеход Который защищает Аптолосей Который доказывает Что это не тротуар Вот он сейчас кстати идет по тротуару Но он доказывает Что это не тротуар И сам не пойдет Промежу этой машины И забора А выйдет на проезжую часть Хотя он тут И ругался даже Такой вот у нас Пешеход непонятный А что вы не идете сюда Это же Вам же места хватает Вот идите сюда Вам же места хватает Вы же орали Что это не тротуар А сам идет сейчас по проезжей части Потому что Не сможет он пройти А крыл тут аматом еще Вот это Звезда будет у нас Лысоголовая И идет по проезжей части Потому что не может Сюда пройти А тут сидел Доказывал Что это не тротуар А сам идет по тротуару И говорит Что это не тротуар Вот женщина идет в сумку Как вы думаете Ей будет удобно Пройти мимо этой машины И забора Нет Она выйдет на проезжую часть Потому что Другого способа Нет у нее Пройти по тротуару Потому что Он закрыт машиной А водитель Сейчас Оформляется Вот Смотрим Как Удобно Женщине ходить Вот как вы думаете Удобно ей будет идти Нет Она сумка идет Видите Она боится За свою жизнь Смотрит по сторонам Вот видите Куда женщина Вынуждена По проезжей части Благодаря вам То есть Вашему наплевательскому отношению Не переживайте Мне два раза Запускали сердце Я лежал в реанимации Да Я бывший военный Я знаю что такое Я смерти в глаза Смотрел женщину Можете мне это не рассказывать Здесь люди ходят Которые за вас Могут попасть Также в реанимацию По вашей вине Какой-то неадекват Собьет Да У меня голос такой По вашей вине Собьют кого-то И попадут в реанимацию Человек в реанимацию У нее Вынужденная стоянка На тротуаре Человек в реанимации Вопрос А есть ли там человек У нее в реанимации В чем я очень сильно сомневаюсь Да даже если есть Кто-то у нее в реанимации Это не дает права Парковаться на тротуаре И запарковывать Вот так вот Нагло и наплевательски Я сам лежал в реанимации Два раза И знаю что это такое Просто офигеть Реанимация Смешно? Что серьезно? Ну подойди Так подойди Подойди Потом пишите заявы Такие вот Давай езжай Клоун Езжай Вот такое вот у нас есть На Лексусе Мудила На расстоянии смелые Когда подходишь к ним Да речи теряют Ну вот девушка Разбирается сейчас С эвакуатором Оплачивает эвакуацию На месте И далее Чек об оплате Эвакуатора Ну и девушка Будет покидать тротуар Ну да Полиция выполнила Свою служебную обязанность И покидает данную локацию Полиция здесь нечего делать Ну и тротуар у нас Освобождается Как видите Чистый тротуар Люди могут ходить свободно Ну и сейчас Да На Рено Каджар уедет Я больше чем уверен Что это ненадолго Тротуар освободился Найдутся обратно Водители Которые Будут наплевательски Относиться Правилам дорожного движения Будут парковаться На тротуаре Вот лишний раз Вам показывается Как Проходят люди здесь Очень много места Очень Вот вам наглядный пример Очень много места Оставили для пешехода Эвакуатор Выполнил свои Обязанности И покидает Также эту локацию Ну и водитель Сейчас покидает Эту локацию Девушка Естественно Недовольная Ну что поделать Она и штраф оплатила И эвакуатор Ну будет ей уроком На будущее Что здесь парковаться нельзя Что ж На этом мы заканчиваем Наш рейс Субтитры сделал DimaTorzok